Какие последствия для фронта будет нести стирание этой красной линии о применении западного вооружения на территории Российской Федерации и тогда чего ждать от Москвы? От Москвы ничего, кроме дальнейших угроз. Кстати, вы заметили, что Путин продолжал что-то говорить о каком-то маленьких европейских странах с большой плотностью населения. Но в целом-то, если пропаганда ураганинская машина уже снизила обороты, она понимает, что шантаж Путина обнулился. И чем угрожает, например, Захарова? Угрожает французам и британцам, что если они будут наносить удары по Крыму и их ракетами, если военнослужащие будут присутствовать в Украине, то они их будут убивать. Ну да, будут убивать. Это война. За этим французские и британские военнослужащие направляются. Они уже направляются. Во-первых, как сказал Макрон, они уже давно обслуживают дальнобойные ракеты, воздушно базированные. Ну а кроме того, вчера Макрон заявил, что готовится отправка к несколько сотен французских технических техников. Но это всегда так. Сначала техники, советники, инструкторы, механики, диспетчеры, а дальше через запятую и пилоты. Вот это последнее. Надо стирать. И на наших глазах буквально от последней недели исчезли две жирных красных линии. Очень важные. Ну, во-первых, не забывайте, американцы передали это с самой большой дальности. 300 километров. Во-вторых, я ответственно утверждаю, что практически одна линия разрешения бить по российским военным целям американской войны только снята. Досталось последнее, самое жирное. Это вот нелепое требование, которое наложило на себя Украина союзники, что пилотами западных самолетов должны быть исключительно украинцы. Они что, паспорта должны предъявлять? Вот Макрон последовательно размывает эти границы. Когда он говорит техничество, вот я уже сказал, что через запятую это означает пилоты. Я могу вам сказать, что, ну, это не секретные уже данные, что узнать надо, пока не пишут по чате. Достигнут договоренность, что западные самолеты, и не только АК-16, основное место их базировано будет на аэродромах в Румынии и Польше. Они не будут оттуда, скажем, заскакивать, наверное, где-то украинские аэродромы, но, скажем, между миссиями они будут базироваться там. Поэтому, если русские захотят ударить по этим самолетам, ну, пожалуйста, это будет означать ингредициональную войну с НАТО, которая у русских нет никаких шансов. Я уже вупрекаю, что часто повторяю одни и те же вещи, но я с удовольствием еще раз повторю знаменитый кусок, знаменитой пресс-конференции Путина с Макроном. Как раз перед объявлением войны, это было где-то 9 февраля, по-моему, 21-го года, Путин был в эфирическом состоянии, когда он уже себя чувствовал властелином мира, 7 дней возьмет Киев, а дальше махая ядерной бомбой пойдет в Прибалтики. Так он там проболтался, впервые признался. Да, мы понимаем, что на конвенциональном уровне мы уступаем НАТО, но у нас там есть дальше какие-то ядерные там сарматы, хренаты, нету народов в мире и так далее. Вот сейчас ему придется столкнуться с этой реальностью, что на конвенциональном уровне мы уступаем НАТО. На левом уровне, в Росаде Макронской, а потому что Франция тоже есть сильная роль. Андрей Андреевич, а вам не кажется, что западные пилоты, дай бог, конечно, чтобы наши западные партнеры решились и на этот шаг за штурвалами Ф-16, это палка о двух концах, потому что я вас спрошу, а чьи приказы они будут выполнять? Вот, понятно, французские приводы будут выполнять приказы французского руководства, британские, британские, но для чего они их посылают? Самолеты будут посланы для выполнения, ничего нужно, почему нужны западные самолеты? Ну, потому что мы же видим с этими украинскими летчиками, больше сорока человек, видимо, не будет подготовлены. Тогда я отвечу на более широкий вопрос. Слушайте, вот сейчас на фронте образовалось, явно подтвердилось, на линии соприкосновения, в этой линии подтвердилось, вот тот тезис за ужином, еще двух лет назад, с леопатовым характером. Да, ясно, что никакого прорыва ни одна из сторон на этой линии не может сделать. Ну, понимаете, нет никаких сейчас ни Ганнибалов, ни Наполеонов, ни Манштейнов, которые могли бы какими-то быстрыми маневрными действиями преодолеть вот эту линию сопротивления. Это было уже показано в Первой мировой войне, а сейчас при наличии дронов, когда все знают все о всем, это невозможно. Неудачным было и украинское контрнаступление, и на наши глаза заприкнулось и российское контрнаступление, которое вообще-то началось только благодаря вот этой голодной паузе. Вот было единственное наступление, весеннее наступление Украины в прошлом году. Оно могло бы иметь шанс, успех, если бы не в прошлом, а в 22-м году Харьковское, Херсонское, если бы тогда Украина уже получила то вооружение, которое она имеет сейчас. И русское наступление вот сегодняшнее, оно имело бы успех, если бы еще на месяц-два продлилось бы вот эта голодная пауза с вооружением. А сейчас, когда обе стороны достаточно вооружены, укреплены, это абсолютно патрой ситуации. Но война-то не исчерпывает с этой линии наступления, с соприкосновения сторон. Есть классический по клаузу цен тяжести войны, это Крымский полуостров, где Украина обладает колоссальным тактическим и оперативным преимуществом. Смотрите, даже не обладая ни авиацией, ни флотом, двумя руками Украина выгнала морской флот, и каждый день наносит удары по российской авиации в Крыму. Сотни самолетов позволят выкинуть российскую группировку из Крыма в самые короткие сроки для этого потребуется, не знаю сколько, несколько недель, наверное. Поэтому для этого вопроса не решите вот этого. Помимо того, что значит украинские летчики? Ну, летчики, да. А механики, а диспетчеры, обслуженные на родном, вот все это решается комплексно. Уже достигнуты договоренности, готовы польские и румынские коронавирусы. Вот я думаю, Макрон подготавливает своим заявлением, мне кажется, для меня он подготавливает новость о том, что западные летчики не только F-16, а почему бы они слаженные авиационные произведения французских миражей, британских тайфунов и так далее. Ждем 6 июня, это историческая дата встречи Макрона и Зеленского. Это первая встреча за последние три месяца за все время этой развития доктрины Макрона. Я думаю, там будут объявлены вот эти решающие решения. То есть у вас большие ожидания от этой встречи? Да, это самая важная вещь. Это я вам скажу, мы с которым мы, кому-то право, кальшинственным. Извините, но это важнее, чем саммит мира, это важнее, чем саммит НАТО. Субтитры создавал DimaTorzok